Милостыня Большая разница раздать бедным мирским или на эту сумму устроить обитель, в которой до пришествия Христова спасаться будут многие. Единовременное добро от постоянно прибыточного добра в большую имеет разницу. Пишешь о работнице, скончавшейся, и спрашиваешь, не искушение ли это тебе, что помысл внушает тебе жалость о ней и понуждая заботиться о ее поминовении, так что из пяти рублей, которые у вас были, вы отдали два священникам, чтобы ее поминали. Отвечаю, конечно, это искушение. Святое Писание говорит, благотвори ближнему, и лекарука твоя может. И преподобный Варсонофий Великий говорит, что если монах, имея только необходимое для самого себя, откажет просящему, то не согрешит. А вы разве живете выше учения Варсонофия Великого? Вы постоянно сами нуждаетесь. Вам ли думать о денежном благотворении ближним? Если вы отдадите последнее, что вам самим нужно, то враг, который всегда в вас борет заботой о ваших недостаточных средствах, еще более будет вам стужать этим. Хорошо ли вам, через непосильное благотворение, самим ввергать себя в смущение и заботливость, и попечение, когда мы имеем евангельскую заповедь «Не пицитеся» рассуждения по учению святых отцев выше всего? Если вы ощущаете жалость к умерши, то вам при вашем положении приличнее, не денежное благотворение за нее делать, а если хотите самим за нее келейно молиться, чтобы Господь, якоже сам весть, помиловал душу ее. И думаю, что если так будете делать, то и жалость, и усердие ваше, все это пропадет скоро. Ты спрашиваешь, хорошо ли сделала, занявши для странницы 5 рублей и отдавши ей новые сапоги П, которые ей самой были нужны? Отвечаю, нехорошо, очень нехорошо и очень неосновательно. Вперед так не делай, ни по какому поводу. Нигде не написано для милости не занимать деньги и делать такое благотворение, за которым неминуемо следует смущение для тебя или для других. Я, кажется, тебе писал слово и совет Пимена Великого, что монах не солжет, если откажет просящему, что нет у него, когда не имеет излишнего, сверх своей потребности, а иначе он должен со смущением добывать себе то, что нерассудно отдал другому. Твое положение требует великой осмотрительности и здравого обсуждения. В одном из житий Киево-Печерских угодников сказано, ежели кто об украденных у него деньках не жалеет, то это вмениться ему более произвольной милостынь. Кальми-Пача тебе жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобой или у тебя взятое, а иначе уменьшишь духовную пользу свою жертвования. Субтитры подогнал «Симон»